Пусть он будет здоров. Много людей со всего мира желают ему здоровья и хорошей жизни в будущем. Слава Богу. А вот эти дыры, эти уже были маленькие. Когда вы родились? Они были маленькие? Ну, маленькие. Я помню это. Любовь Дмитриевна, электричество сюда нельзя уже провести. Я спрашивала. Ну, потому что это покинуто. Эбэндон вилит. Сколько лет уже отключено здесь? Да можно было. Сколько годов у тебя уже Свету? Годов тридцать, наверное? Нет. Меньше? Ага. Ну, сколько? Сейчас что-то у нас скажу. Матка в 98-м, Чарство Небесное. Матка в 99-м. Да. Она ему всегда утром блины пекла и салом на сковороде. Он ушел на работу пастить корову. И на утром раненько ему. Они корову тут держались. Молоко возили продавать. Он только про маму вспоминает и сразу у него голос трожит. Ну. Я заметила, что он очень... Хорошая мама у него была. Ну, и он, видимо, к ней нежно относился. Я на маму похожа. А-а-а. И ростом. И ростом. У них семья большая. У Ветки сестра есть. Ну, она к нему... Она в 50-х годах. В 50-х годах. И она к нему не это самое. Вычеркнула я. А вот та, которая в Гомлетане, та я навещаю. Ага. И привозит продукты. И та? Ладно. Угу. У них семья большая. У них семья большая. Много. А-а-а. Но они к нему никак не относятся. Люба. У нее всего. И рыбку вот даем. Это вас трое осталось. Вера, Таня и ты, да? В семье. Да. Я уже дед. Вы уже дед. Да, да. Сколько... Сколько внучки? 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 Сколько внуков? Сколько внуков? Племянников. А племянников? Племянников. Его нету. Сейчас. Много, очень много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У старшей сестры было восемь детей у Гали было. А уже и внуки, и правнуки очень много было. В Гали было девять. Две дочки и шесть. По сей день. Слава Богу. Футбол. Окей. Интересуешь. Вот и да. Да, вы нам говорили. В каком? В 54-м? Олимпиада. Олимпиада. Вы нам рассказывали. В 54-м году была Олимпиада. 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 Сейчас скажу точно. Был чемпионат мира 54-м по хоккеям. Да. А вот чернышов и Тарасов. Первый, дебют их. Они бухли, но канадцы не играли в то время. Канадцы не играли. И вы играли хоккей тоже? Футбол гулял ты молодец. Сейчас хоть не помним я. Мяч круглый. Говорил царство небесное. Штепсуль Петерапунга. 22 бугая гоняют этот мячик, чтобы они за два часа сделали пользу для государства. Да, 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 это точно было такое. Коля, сок будете? Не. Не любите? Пока не. Хорошо. Коля, вот хочет они купить телевизор. Ты у Димы будешь там зимовать, телевизор купить, чтобы это твой будет, но ты там будешь глядеть. Дело в том, что вот у него старый, а он боевики, он политику любит. Я не люблю. Любит политику. Политику жизненную. Да, вот такое. А тому, правильно, купите телевизор и он боевики будет крутить. Угу. Слушай. Он не... Ну если человеку... Да. Он будет свое крутить и все, а он ему новости люди, новости такое все. Я определяю. А ты боевики будет крутить, тут я не знаю. Так, Николай Петрович, будете вы покупать телевизор? Мы оставим деньги, чтобы вы купили телевизор себе. Это вот, отдавай. Так ей, да, мы ей оставим, конечно. Мы Любовь с Дмитриевной оставим деньги. Да, Любовь, хорош. А вы, чтобы уже сказали ей, что вы хотите, хорошо? Не знаю. Вы знаете, что еще? Из-за моего дома, вот где вы остановились, это пустой дом. Я его давно хочу туда забрать. Да, правильно. В чем проблема? Правильно. Ну, хорошо, говорите. В чем проблема? Ну, там свет. Я плачу за... Ну, не хочу, чтобы обрезались. Я плачу. Умер вот год назад. Тоже доглязали мужчина. Вот что. Если он согласится, пускай переходит в ту хату к нам. Митракова. Или как? Если не захочет, но я не знаю. А, чуешь? Как ты на зиму пойдешь в ту хату у Бурдакову? Со своим телевизором. Телевизор купит тебе. Будешь глядеть? Согласен? Да. Да. Там свет не надо подключать. Отлично. Отлично. Ну, а это что-то новое? Я веселей буду. Веселей будешь. Ну, с нами, да. А там у нас все пять человек. Николай Петрович, мы оставляем деньги Любовь Дмитриевне. На море? Я пакую. Я пакую ее не определиться нормально. Да, да. Деньги. Это навоз. Сегодня нету. Завтра будет. Ура! Пускай сейчас еще лето побудет тут. А на зиму там подремонтируем еще. А тут вот жито поднялось. А сейчас вот это немножко. Ну, что вы там делаете двоих? Слушай. Ничего. Ой. Свежая газета. О, Коль. Я сказала почтальончик, тебе давать газеты. По Гомеле. Это мы купили в Гомеле. Слышишь, Ларисочка? Я знаю, что они любят. Я сказала, подойди к вам их почту привозить. Давайте ему. Пускай читаю. А ко мне? Что он любит больше? Ну, и это белорусская еще. Ну, аргументы и факты читаешь? Читаю. И это сам белорусскую. Эту как есть? Белорусскую? Какую? Какую? Любую. А, Гомельская правда? Такая толстая, да. Нет. Гомельская не надо. А какую? Брахню. Брахню пишет. Это читая. Так я им сказала, давайте ему газеты нехай. Это свежая, Коля. Читайте. Почитаю все. Мы знаем, он же нам говорил. А радио? Коля, вы же будете слушать радио. Я радую, могу послушать. Так вы его можете даже здесь у себя слушать, понимаете? На батарейках. Это на батарейках. Они не закончатся. Да. Фонарик же. Фонарик. Фонарик. Но там тоже батарейки вставляются. Ну, гляди, не ругайте. КГБ. 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 КГБ, да. Твою имя. Да. Арьян. А если по нашему? Нет, просто Арьян. Просто Арьян. Орел. 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 Хорошо. Орел. Орел, да. Лариса, покажи. Да, да, да. Разгореться. Гляди, только на комик не ложи. Да ладно. Вон на тём столе, где твои зажигалки. Я и туалю. Вот, бачишь? А, ну да, уже включили. Тоже на хорошей батарейке тоже не закончится. Зайка, тоже хорошая батарейка, да? Да, да, да. Такой тяжёленький. Утарейка тяжёлая. Кислоты много. Вот, давай поедем. Да, да. Хлебушка дать? Хлебушка. Помидорку или огурчик? Что вместе хотите? Или салат? Салат и шуба. Я сам бачу. Николай Петрович, я же за вами ухожу, как за папой. Вы же ровесник моей мамы. Я же вам говорила. Господи, дай Бог. Вам сегодня день рождения, а моей маме 10 августа. Столько же лет. 74. Тоже с 46 года. Дай Бог, чтобы мне кашляло. Спасибо. Его одногодки поумирали. Ну так да. Они в шейки ходили. Ходил в шейку с ребятами там гуляли. В молодости уже поумирали. Ну так. Такая жизнь, да. Сталин сколько прожил? А мы его... А вот сколько он прожил? 73. А, Сталин 73, да? А я даже не знала сколько. 53 марта. 3 марта. Да, да, да. Сейчас я скажу. Он умный, поэтому его кличка Сталин. Да. А, потому что умный? Да. Потому что мы спрашивали. Я не знаю кто назвал его. Мы все время Сталин. Так и называем. Кто-то бы тебе назвал Сталином? Он покойник. Кто-то его назвал кличку дал. И Коля. Какий Коля? Бондаренко. А кто таки Бондаренко? Коля Сталин все. Ясно. Да. Вот его кличка. У кличков его Сталин. Сталин мы и таки. Сталина знаем. А, Коля все знают. Коля Сталин все знают. А Бондаренко никто не знает. Где Бондаренко живет? А кто таки? Да. А Худни его знают. Коля! Вы говорили не ругаетесь. Англичане не понимают. Они не поймут. Не поймут. Не поймут. Не поймут. Ему наверное надо бритвенные принадлежности купить. Да. Ему надо этот станок и лезвия хорошие. И станок с помазком. Не одноразовые. Но мы уже не вернем. Нет. Я куплю. Вы купите пожалуйста. Я куплю у Ветки. А одноразовые то ему не пойду. Надо ему вот специально станок. И куплю лезвия. Я одним лезвием браю 8-10 раз. Я ему куплю. Хорошие. А то одноразовые. Они смотря какие они даже и раз не возьмут. А этой надо взять такой станок нормальный. И лезвия хорошие. Продаются лезвия хорошие. Вот. Слава Богу. Хоть американцу. Царство небесное ему. В 1862 году. В 1862 году. В 1862 году. Не смеет это. А. Выпустил. Придумал. А. А. Я не знаю. Вот что знает. И он как начни рассказывать. Я говорю. У меня уже тебе голова болит. Мы же это все выложим в интернет. Опять. А. А. А.